Радиозвезда Елизавета Зарубина Ее девичья фамилия Розенцвейк В переводе с немецкого «ветка розового куста» Ее настоящее имя Эстер или «звезда» По образованию филолог знала шесть языков, в том числе румынский, английский, французский В 1924 году работала штатной переводчицей в торговом представительстве Советского Союза в Австрии Там же от нашего резидента в Вене получила предложение сотрудничать с органами госбезопасности СССР под другой фамилией – Елизавета Горская В 1928-м вышла замуж за нашего разведчика Василия Зарубина, после чего отправилась в первую служебную командировку во Францию Психологический анализ, убеждение, внушение Этими приемами шпионской игры Елизавета Зарубина владела в совершенстве Она вербовала людей надолго и с первого раза В одно время ей подчинялись сразу 22 тайных агента-нелегала Дания, Австрия, Германия, США, Франция В каждой стране свой человек В Париже Зарубина смогла наладить связь с самым ценным информатором советской разведки в кестапо – Лемоном С его помощью были получены секретные данные о создании крылатых ракет «Фау» «Высылаю тактико-технические характеристики нового оружия. В достоверности сомнений нет. Подпись – Вардо» Перед началом Второй мировой войны Елизавета Зарубина сумела завербовать гауптштурмфюрера СС Брайтенбаха Он возглавлял тайный отдел по борьбе с коммунистическим шпионажем И регулярно предупреждал наших агентов о предстоящем аресте или подготовленных провокациях против советских дипломатов Помимо этого, Брайтенбах передавал в Москву важную информацию о внутриполитическом положении в Германии и о ее секретных проектах Секретарь немецкого посольства в Париже, служащий МИДа в Берлине, американские военные связисты в Европе – все они были завербованы и работали на Елизавету Зарубину Опытная советская разведчица получала действительно очень важную информацию о потенциальном противнике Личная переписка Риббентропа, фотокопии армейских приказов, документов, место расположения секретных объектов Все это немедленно передавалось в центр и при этом ни одного провала После Европы очередная срочная командировка, на этот раз в США В 1944 году Елизавета Зарубина отправилась в Зиокеан и совсем скоро в Москве уже знали о сепаратных переговорах американцев с представителями фашистской Германии Кроме того, советская разведчица обратила внимание нашего руководства на разработку в США некоего секретного проекта, который впоследствии назовут «Манхэттенским» Информация о создании и возможном применении американцами атомного оружия была крайне важна для СССР Елизавету Зарубину наградили Орденом Красной Звезды В Америке ее объявили персона нон-грата и выслали из страны В Советском Союзе неожиданно переквалифицировали в преподавателя разведшколы Странная все-таки штука — судьба 20 лет беспрерывной оперативной работы Десятки результативных спецопераций Эта женщина постоянно рисковала Уходила от слежки, скрывалась в подпорье А однажды, просто переходя улицу, угодила под колеса пассажирского автобуса Так невнимательность молодого водителя оборвала жизнь одной из лучших разведчиц 20 века Ей было 87 лет Елизавета Зарубина Тайная война Радио Звезда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова